Киносериал Марвел обзавелся самыми настоящими сериалами, которые включены в гигантскую франшизу MCU, которая, помимо всего прочего, включает в себя еще и короткометражки, мультфильмы, и к тому же теперь еще и фильмы и сериалы, ранее не принадлежащие кинематографической вселенной. Сериалы были и раньше, конечно, еще до Disney+, но, согласитесь, теперь новым сериалам придается куда большее значение для франшизы, чем нелюдям или агентам ЩИТ с Пагги Картер. И теперь нынешние шоу — это скорее мини-сериалы или многосерийные фильмы для телеэкранов, чем полноценные сериалы, которые могут независимо развиваться, жить своей жизнью, получая все новые и новые сезоны, и которые живут, собственно говоря, по своим сериальным правилам. Соответственно, и герои из больших экранов перекочевали на малые, так как теперь мини-сериалы, идущие на Disney+, являются как бы прямыми продолжениями того, что мы видим в кинотеатрах. Видели, по крайней мере. Перекочевали они на малые экраны для того, чтобы затея с подобными шоу снискала успех. И после нескольких шоу с уже полюбившимися персонажами, марвеловцы наконец-то выдали сольные сериалы трех совершенно новых персонажей. Раньше бы они сделали небольшие сольные фильмы, но теперь подобно считается рискованным, слишком рискованным. Такое ощущение, что, по их мнению, ныне в кино остается место только лишь для большущих и зрелищных пестрых блокбастеров с кучей шутеек и спецэффектов, от количества которых VFX-художники, работающие на Марвел, плачут горючими слезами и устраивают, ну, прям натуральные бунты. Но вернемся к сериалам. Три новых персонажа. Это Лунный Рыцарь, это Мисс Марвел, это Женщина Халк. И похоже на то, что Женщина Халк стала настоящим катализатором фанатского недовольства. Судя по недовольным рецензиям, ей достается чуть ли не за все косяки четвертой фазы Марвел. Но на самом деле не только в ней проблема. Эти три сериала, если уж окончательно переходить на химическую терминологию, настоящий концентрат того, во что франшиза превращается сейчас. Давайте разбираться. Приветствую, меня зовут Сокол. Здесь я поделюсь своими впечатлениями от сольных сериалов Марвел, но это не обзор, а скорее попытка разобраться с тем, куда марвеловцы во главе с Кевином Файги ведут свою кинофраншизу, киносериальную франшизу, и почему у некогда бесперебойного конвейера Марвел, который вроде бы не давал осечек, вдруг начинают возникать проблемы. И конечно, насколько разозлила фанатов женщина Халк. Если посмотреть англоязычных блогеров, вы легко поймете, что с Халкиней что-то не так. Блогеры наперебой рапортуют об этом. Халкесси, если вы не в курсе, массово сейчас ставят единицы на IMDb. Кстати, в том, чтобы не напрягаться при просмотре роликов на иностранном языке, вам может помочь Яндекс.Браузер. Функция закадрового перевода – это невероятно удобная вещь. Воспользоваться ей очень просто, буквально в два клика. И вот вы уже смотрите ролик на русском языке. Я протестировал функцию на очень многих видео, работает весьма хорошо. Всего лишь открываешь браузер, и он сам предложит тебе перевести ролик. Кликаешь, ждешь буквально несколько мгновений, и нейросети тебе его переведут, и внезапно появляется закадровый перевод. В браузере можно перевести видео не только с английского. Доступен французский, испанский, немецкий и итальянский языки. Невероятно удобно. Обязательно качайте Яндекс.Браузер по ссылке в описании. Ну а я начну свое повествование сериала «Лунный рыцарь». Этот сериал по всем показателям можно назвать лучшим из имеющейся тройки. Лучшим его делают вполне интригующий сюжет о персонаже с расщеплением личности и актерская игра Оскара Айзека. На мой взгляд, актера незаслуженно обошла телевизионная премия ЭМИ за эту работу. Но Айзек все равно числится в номинантах за мини-сериал «Сцены из супружеской жизни», где он также очень хорош. В «Лунном рыцаре» Айзек исполнил минимум две роли. Это если без спойлеров. Он создал двух совершенно разных персонажей, каждый из которых превращается в своего собственного супергероя. В какой-то момент эти персонажи даже находятся в одном кадре и взаимодействуют друг с другом, что технически сделать было, ну, непросто. Оскар Айзек – это чуть ли не 50% успеха этого шоу. Вы только взгляните на это. Остальное можно отдать Итану Хоуку за исполнение неплохого злодея этого шоу, а также команде режиссеров, сценаристов, которые действительно умудрились заплести хоть какую-то интригу и подали героя не так тривиально и ординарно, как привыкли обычно видеть зрители. При том, что в целом «Лунный рыцарь» вполне себе шаблонный герой, если вынуть изюм весь его с этими его личностями, да и вот игру со зрителями. Да и сама история вполне стандартная для супергероики, но все же наличие этого вот изюма делает сериал хоть чуть-чуть оригинальным. Отдельная похвала за то, что «Лунный рыцарь» не увязает в марвеловском фан-сервисе и не тратит хронометраж на бессмысленные камео. Да, с какого-то момента подобный фан-сервис проектов Марвел стал больше напрягать, чем радовать. Однако шоу не без проблем, конечно. Как всегда, есть целый набор сценарных ляпов, которые, скорее всего, вызваны скоростью производства, трансформациями сюжета в процессе и экономией бюджета. К подобному, например, можно отнести нелепый допрос Хэроу, злодея этого фильма, аватарами египетских богов. Его буквально спросили. «Слышь, ты чё там, злодействуешь?» «Да неее, всё ложь и провокация». Ну ладно, нет ни одного повода сомневаться в его честных словах. Вы только посмотрите в его глаза. Также герои как-то уж слишком просто выбрались из египетского мира мёртвых. Это оказалось расплюнуть. Ну и не забываем про главную хитрость этого сериала под названием «Мы можем сэкономить бюджет путём вписывания провалов в памяти». Тут буквально солидная часть экшена происходит где-то за кадром. Сначала это кажется прикольным, потом даже интриговать начинает, а позже натурально вызывает недоумение. Всё дело в том, что создатели просто пропустили финальный махач. Но это хотя бы было необычно. Ладно, можно простить. Они сумели оправдать экономию бюджета сценарно. Молодцы. Там же, где они этого не смогли сделать, пришлось всё-таки снимать экшен, поскольку пропускать совершенно все сцены действия в сериале Марвел не комильфо, увы. И вот там качество графики не всегда соответствует современным стандартам. Почему в фильмах и сериалах Марвел не всегда всё хорошо с графоном? На этот вопрос ответили сами вы, фикс-специалисты. В интернет полились откровения, которые обычно держат при себе. И подобное спровоцировало видео, где режиссёр Тайка Вайтити и Тесса Томпсон, актриса фильма Тор 4, откровенно высмеивают недостаточно хорошие спецэффекты в собственном же фильме Тор, Любовь и Гром. Для многих спецов по CGI это видео стало последней каплей. VFX-специалисты пожаловались на нереалистичные сроки разработки, недостаточное финансирование и давление со стороны студии. В результате страдало итоговое качество работы, а пережившие негативный опыт и стресс люди больше не хотели и не хотят работать с Марвел. Проблема в том, что сейчас студия Марвел стала одним из крупнейших клиентов VFX-студий, что даёт ей возможность навязывать свои условия. Как рассказал один из разработчиков, в случае с фильмом Тор, Любовь и Гром, Марвел потребовала предоставить ей завершённый эпизод за пару недель до ранее оговорённого дедлайна. Ещё начали всплывать неприятные истории при разработке Финальных Мстителей и многое другое. Из-за плохой графики досталось и сериалу Женщина-Халк. Зрители взбесил трейлер своим неестественным CGI и они наставили много дизлайков. К выходу первой серии эффекты подправили, но осадочек всё-таки остался. Есть информация, что из сериала в срочном порядке убирали некоторые сцены с Женщиной-Халком, только потому, что эти кадры тупо не успевали сделать. Татьяна Маслани, исполнительница главной роли и создатели сериала, выступили в защиту VFX-специалистов, а те, в свою очередь, принялись защищать сериал. Что мило. Но проблема никуда не исчезла. Неубедительным CGI наделённый следующий сериал. Мисс Марвел страдает от этого чуть ли не больше, чем остальные из нашей сегодняшней тройки. Если над Женщиной-Халком ещё кое-как как-то провели работу, вытягивая CGI, то Мисс Марвел оставили как есть. В результате чего сцены с эффектами выглядят крайне мультяшными. Сам сериал впечатляет куда меньше Лунного Рыцаря, поскольку шаблонную историю становления супергероини едва ли сильно скрасили. В отличие от шоу с Оскаром Айзиком, Мисс Марвел представляет собой достаточно стандартный уровень развлекательных проходников Марвел. Но нельзя сказать, что создатели не пытались привнести что-то оригинальное. Стиля навалили мама дорогая. Тут и куча различной анимации, и изобретательная съёмка, и забавный монтаж, и неплохая атмосфера местами. Правда, это всё сводится почти на нет к финалу шоу, но да ладно. Плюс очень увлекает культурный аспект этого шоу. Пересними, отвратно вышло. Дай мне что-нибудь про мечеть. Или хэштег Дин. Эй, нельзя так! Тихо, в мечети не снапчатят. Это инста. Тут стоит сказать, что каждое из трёх шоу продвигает какую-то идею ради так называемой социальной справедливости. Лунный рыцарь – это сериал про сложности жизни человека с ментальным расстройством психики. Плюс это дань уважения египетской культуре. Режиссёр Мохаммед Диаб родом из Египта. Монтажёр из Египта, композитор из Египта. В общем, вы поняли. Мисс Марвел рассказывает о пакистанской семье, живущей в Америке. А следовательно, сериал можно назвать отчасти репрезентацией мусульман на экранах. Сейчас, видимо, нельзя просто снять сериал или кино без какой-либо повестки. Да. Этому буквально посвящена вся четвёртая фаза Марвел. Каждый проект можно разобрать с той точки зрения, кому он там подмигивает, кого пытается обаять, какую нестандартную целевую аудиторию пытается привлечь, какую значимую проблему пытается превратить в новый источник заработка. Марвел пытается быть для всех. Пытается угодить всем. Пытается в каждую социальную группу засунуть свой сериал или кино. Но при этом почему-то забывает о тех фанатах, кто просто любит супергероику. Тех, кто, по сути, и вознёс Марвел на вершины успеха. Тех, кто желает, чтобы к их любимым героям относились достойно. Они превращали в клоунов, коим стал Тор. Не отодвигали их на второй план в собственном сольном фильме, как Доктора Стрэнджа. И не принижали значимость их истории, как в первом эпизоде «Женщины Халка». Но вначале закончим с мисс Марвел. Она максимально шаблонный персонаж, на самом деле, как я уже говорил. И я не вижу смысла о ней много говорить. Сам сериал напоминает весьма своеобразную смесь секс-эдикейшн, если без секса, и первого фильма о Человеке-пауке во вселенной Марвел. Но неудивительно, короче говоря, в сценаристках и продюсерах значится Биша Кей Али, как раз работавшая над сериалом «Половое воспитание» для Netflix. Однако, по итогу, шоу мисс Марвел может заинтересовать разве что стилевыми решениями, ну а самым главным плюсом можно назвать именно культурную наполненность. Хотя некоторые считают именно это минусом, так как модно ругать нынче повестку, какой бы она ни была, но это не так. Скорее, это действительно единственный ощутимый плюс сериала. Ты каждый день носишь на улице шальварка, мисс? Ты собираешься предстать перед Богом и своей семьей, чтобы выбрать любовь всей жизни? Ты отважен, сын мой. Теперь, наконец, поговорим о «Женщине Халк». На момент описания этого текста сериал все еще не вышел полностью, фактически только начался. Но на него уже обрушилась тонна критики. Еще до выхода сериала произошел так называемый ревью-бомбинг. Звучали даже заявления, что это, мол, недовольные мужики натыкали единиц сильной и независимой. Да, на IMDb в один момент появилась куча негативных рецензий и единиц за день до выхода сериала. Но и после выхода недовольные не успокоились, а только больше активизировались. И на первый взгляд, если опустить некоторые детали, смотреть сериал на расслабоне, не вдумываясь, то не сразу понимаешь, от чего столько гнева. Мне вот стало интересно, я залез почитать рецензии. И что удивительно, я не могу не согласиться с тем, что там написано. У меня ощущение, что у зрителей будто бы накопилось недовольство и претензии ко всему тому, что делает Марвел в четвертой фазе. И тут плотину прорвало. Женщина-Халк пала жертвой этого недовольства. Там припомнили все. И идиотского Тора 4. И мультивселенную безумия без мультивселенной. И вообще не про Доктора Стрэнджа, а про Ванду. И проблемы с эффектами. И перебор с повесткой. И пренебрежительное отношение к старым полюбившимся персонажам. В одной рецензии я прочитал, что если студия Марвел так хочет отдать должное сильным женским персонажам, тогда почему Наташа Романов получила такой посредственный и ненужный фильм, а Алая Ведьма вовсе не получила собственную картину, отняв экранное время у Доктора Стрэнджа в его сольном фильме. Прям буквально у меня с языка снято. Но нет, мы создадим нового персонажа, который будет отрицать весь пройденный путь другого героя, который будет говорить, что проблемы Брюса Бэннера ничтожны, его умение контролировать свои эмоции это ерунда, ведь никто не оценивал его задницу в юбке. Вот в чем дело, Брюс. Я отлично контролирую гнев. Я постоянно это делаю. Когда некомпетентный мужик учит меня, как надо работать. Так что я эксперт в управлении гневом, потому что занимаюсь этим бесконечно чаще тебя. Я не знаю, что там было в комиксах, но у нас тут буквально ситком, в который грубо вклеены проблемы харазмента и полового неравенства. При этом Халкесса оказывается копией Халка, но умеет себя контролировать сразу, умеет превращаться туда-сюда по своему желанию, не испытывает трудностей со второй личностью, у нее нет повода кончать с жизнью, как у Бэннера, и она может не жить в изоляции, и не превращается в злобную, безмозглую, перекачанную гориллу, а просто становится еще более сексуальной и желанной для ухажеров в Тиндере. Найс. И при этом проблемы Халка Бэннера – это ерунда, по ее мнению. Можно все это игнорировать. Можно отнестись к суперсилам несерьезно. Подумаешь, ведь это Марвел. Тут сплошь и рядом подобное. Тут суперсилы можно получить, не знаю, по завтраковке свежим яйцом. Ничего серьезного. Жизнь кардинально никак не меняется. Супергероем может быть каждый, но вот адвокатом необходимо доказать, что женщина имеет достаточно навыков, чтобы быть адвокатом. Сюрприз. Как и любому другому человеку приходится это доказывать вообще-то. Почему у нее вдруг сложности с этим? Только потому что она женщина? Прости, идея быть супергероем мне неинтересна. Я не ты. И тобой становиться не планирую. На мой взгляд, повестка тут действительно впихнута крайне грубо. Об этом также много пишут в негативных ревью. Как сделать хорошего женского персонажа, если кто забыл. Проработать характер, прописать ей диалоги, придумать ей слабости, определить ее сильные стороны и вот вуаля Сара Коннор, Эллен Рипли. Но это так раньше делали. Сегодня проще показать, что она ну просто во всем лучше, чем ее мужской аналог. А еще круче принизить мужика при этом. Ибо нехрен. Потому что я покруче тебя? Просто совсем другая. В лучшем смысле. Это ведь история про равенство, да? Или про превосходство? Или о чем вообще? Вот так и выходит, что на первый взгляд, достаточно легкий развлекательный сериальчик, который почему-то ищет аудиторию среди поклонниц отчаянных домохозяек или секса в большом городе, вполне обоснованно получает нагоняй от привычной аудитории Марвел. А вот заслужен ли? Это еще вопрос открытый, учитывая, что минимум половина единиц прилетела сериалу еще до премьеры. А сериал только начался, и персонажные арки еще не пройдены, вдруг что-то изменится. Но вот в чем прикол, у сериала до премьеры также было и много десяток. И уже появляются статьи в интернете, которые сообщают, что ложно-положительных рецензий у сериала едва ли не больше, чем ложно-негативных. Вот так вот. И сейчас словно бы идет некое противостояние. Можете заглянуть на IMDb и посмотреть, там десятки борются с единицами. Однако к такому выражению протеста, сюрприз для некоторых россиян, конечно, необходимо прислушиваться. Протест — это нормально. Не нормальная ситуация вокруг сериала, но протест — это нормально. Это звоночек. На месте Файги я бы не клеймил вот этот всплеск недовольства тем, что это все просто обиженные члены мрази пишут нет. Там как раз очень много недовольства, что касается всей четвертой фазы Марвел. Как говорится, по фактам. Повторюсь. Плохое отношение к полюбившимся героям. Слишком сильное заигрывание с повесткой. Слишком много попыток угодить разномастной аудитории, которая зачастую и вовсе не является для Марвел целевой. Плохая работа со сценариями. Херовые спецэффекты. Это ключевые претензии. И так уж получилось, что все это сейчас обрушивается на сериал «Женщина-Халк», который, опять же повторюсь, если не обращать внимания на все ранее сказанное, является простым развлекательным ситкомом. Да, с грубо вкоряченной повесткой в самом тупом ее проявлении, но все же простой развлекательный ситком, да. Но ведь кто-то же и десятки ставит, так что есть и те, кому все норм, да? Как говорится, посмотрите и составьте свое мнение. Ты, блин, что такое, Дженнифер Уолтерс? Адвокат. На канале вышел плакбастер о фильме Доктор Стрэндж в мультивселенной безумии, если кто не знал, ссылка будет в описании. И там случилось страшное. У меня есть файл в формате PNG, изображение, где я расписываю имена бустеров. Я заменил этот файл обновленным перед итоговым рендером и не посмотрел, что анимация сбилась к херам. В итоге на канал попал ролик с косяком и этот список полностью исчез. Прошу простить мне такую оплошность. Вы сейчас видите имена бустеров. Спасибо за поддержку. Вы классные. А я облажался. Я вас не достоин. Прошу простить. Короче, пишите, что думаете по теме видео. Как вам Лунный Рыцарь? Как Мисс Марвел? Как относитесь к тому, что происходит с Женщиной Халком? С вами был Сокол. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока и берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok